В наши дни вряд ли можно представить картину общемирового литературного процесса во всей полноте без осмысления той роли, которая сыграла в его развитии русской литературы XIX столетия. Интерес к ней во всем мире предопределен с одной стороны всем ходом духовного и эстетического развития XX века, а с другой – высоким уровнем русского реализма, создавшего художественные ценности и мирового значения. Хочу вам представить книгу «Истории русской литературы. Последний третий XIX века». Для удобства она разбита на две части. Учебник подготовлен сильным авторским коллективом. Ответственные редакторы Вера Николаевна Аножкина, Лидия Дмитриевна Громова, Владимир Борисович Катаев. В учебнике в основу изучения литературы положены принципы историзма, признание высокой роли духовно-нравственного содержания русской классики. Основное внимание уделяется писателям-классикам, их личностям, формировавшимся в той или иной среде и жизненных обстоятельствах, религиозным и эстетическим позициям, литературным достижениям, внесшим вклад в историю литературы. После каждой главы авторы предлагают студентам задания для самостоятельной работы. К примеру, сравнить один из рассказов Чехова и произведения других писателей. Например, такие как «Дама-собачка» Чехова и Анна Каренина Толстого, «Анна на шее» Чехова и «Беспреданница Островского». Авторы также предлагают на выбор темы для подготовки научных докладов. Поэтика, символизма в рассказе Гаршина «Красный цветок», жанровое своеобразие очерков и рассказов «Мамина Сибиряка». В обучающий комплекс также входят учебники и практикумы по истории русской литературы I и II третей XIX века.